Итак, добрый вечер, добрый вечер, друзья. Пожалуйста, ответьте, давайте проверим связь, насколько меня слышно, потому что... Спасибо, хорошо, хорошо. Ну что, начнем, можно сказать, будем дебютировать. Меня зовут Любовь Федорова, я являюсь региональным куратором Латвии. Вот буду сегодня вести первый в своей жизни, можно сказать, первый вебинар по дубликации. Для начала, когда-то у меня в структуре на презентации люди заспорили, что такое дубликация, как правильно можно написать дубликация через букву П или через букву Б дубликация. Мне стало интересно, и я решила посмотреть, и действительно, это разные слова. Дубликация обозначает удвоение, а вот дубликация через букву Б обозначает повторение, дублирование, копирование. Так вот, в нашем случае, все-таки, это дубликация, потому что мы, для того, чтобы наши структуры развивались, мы учим своих партнеров копировать, повторять, дублировать действия успешных партнеров, успешных наставников. И если мы видим, вы видите, что в структурах есть люди, которые какие-то успехи совершают, достигают высоких рангов, к ним нужно присматриваться, к ним нужно обращаться за помощью, и хорошо бы, когда у нас есть, когда у нас получается продублировать их действия. Вот, ну, мы этому тоже можем учиться, попробуем делать это все вместе. Каким образом у нас происходит ввод партнеров в систему? Когда мы хотим пригласить кого-то поучаствовать с нами в нашем проекте, мы делаем четыре основных шага. Первый шаг – это приглашение. Каким образом мы приглашаем людей? Естественно, по телефону при личной встрече. Сегодня у нас такая ситуация, когда мы все это делаем только по телефону, но приглашать нужно очень позитивно. Для того, когда мы обращаемся к человеку, это приглашение должно быть четким, оно должно быть честным, оно должно быть эмоциональным, потому что, на самом деле, наш проект, он действительно несет очень благие последствия для природы, для планеты, для человечества, и мы действительно его переживаем, проживаем через душу, через сердце. Поэтому, когда мы разговариваем с партнерами, когда мы приглашаем, мы действительно должны это пропускать через себя, через сердце, и только тогда, когда мы будем искренними, честными, человек нас услышит и пойдет за нами. Второй шаг – это приглашение на вебинар или презентацию. Вернее, это конкретно уже первое действие, когда мы приглашаем человека прослушать вебинар или презентацию. Если это происходит презентация в зале, как это было раньше, как это будет очень скоро, то мы в обязательном порядке должны присутствовать вместе с партнером на этом мероприятии. Если же это приглашение на онлайн какой-то вебинар, то наш вот этот второй шаг, он состоит из трех звонков. Первый звонок – хорошо, когда это за день до вебинара, и мы говорим человеку, что мы приглашаем, завтра будет интересный вебинар в такое-то, такое-то время. Вот тебе рекомендую его послушать, и договариваемся тут же о втором звонке. Ты не против? Будешь? Я тебе за 15 минут до начала позвоню, чтобы ты не забыл. Возможно, нужно будет тебе помочь подключиться. И третий звонок – после прослушивания вебинара, мы обязательно звоним буквально сразу после вебинара и спрашиваем, ну как тебе, все ли тебе было понятно. То есть эти три звонка, вот в них заключается второй шаг. И дальше, дальше мы даем человеку немножко подумать, если он во время третьего звонка сказал, да, супер, все, загорелся, я готов прям сегодня какие-то действия делать дальше. Естественно, мы это делаем с ним. Если человек, ну, может быть, ему немножко вебинара не хватило, мы тогда предлагаем ему, давай, может быть, я тебе потом там через часок или вечером к завтрашнему дню я тебе какой-то ролик еще скину. То есть дадим еще какую-то информацию человеку для того, чтобы дополнить то, что он услышал на вебинаре. Перед этим, естественно, мы просматриваем расписание вебинаров. Мы должны понимать, куда мы зовем, на какого спикера мы приглашаем, что именно будет на этом вебинаре. Сейчас мы запускаем систему презентаций еженедельно, и у нас уже на сегодняшний день стартовала эта программа. И вебинары идут, на которых презентация технологии на четырех языках – латышский, русский, эстонский и английский. Поэтому мы понимаем, на какой примерный вебинар мы хотим, какую информацию мы хотим, чтобы этот человек прослушал. Возможно, мы уже ему что-то дали, и мы даем то, что ему не достает. Четвертый шаг – вовлечение в систему поддержки. Четвертый шаг, он достаточно уже такой емкий, и он требует конкретной нашей подготовки. Если мы новички, то нам обязательно нужно изучить кабинет, изучить маркетинг, изучить историю проекта, потому что тот человек, которого мы вводим в эту систему, он еще больший новичок, но у него могут возникнуть очень много вопросов, и нам нужно быть компетентными, чтобы мы могли ответить на эти вопросы. Либо же мы тут же заручаемся поддержкой своего спонсора, и нам спонсор помогает. Мы, возможно, делаем звонок на двоих, на троих, и тогда отвечаем на вопросы нового человека. То есть четвертый шаг должен быть проработанный. Хорошо, если вы в проекте давно, и, можно сказать, вы уже всю историю, все события пережили, и тогда никаких сложностей не заставляет говорить это с душой, рассказать, ответить на все вопросы, потому что мы буквально принимали участие во всех исторических событиях нашего проекта. Но эти четыре шага мы должны обязательно делать, и мы должны к ним тоже готовиться. Если же мы собираемся строить структуру побольше, если же этот человек, которого мы приглашаем, тоже хочет работать, хочет привлекать партнеров, тогда уже нам нужно выходить немножко на профессиональный уровень, учиться самим, чтобы уметь научить другого человека. И здесь перед нами встает 7 задач спонсора. Эти 7 задач, мы должны, вернее, 7 этими задачами, мы должны овладеть настолько хорошо, чтобы выполнять их абсолютно незаметно. допустим, не так, что вот мы выполняем сегодня первую задачу, завтра мы выполняем вторую задачу. То есть у нас оно должно быть отработано, оно должно быть у нас настолько сплетено, что мы интуитивно должны моментально включаться в одно или в другое. И проходим это все сами, и проводим своего партнера абсолютно через все эти 7 задач. Итак, давайте еще раз. Это мы должны научиться и научить ставить цели. В обязательном порядке самый главный наш инструмент – это создание книги контактов, научиться планировать время, научиться делать телефонные звонки и презентации технологии. И самые два важных пункта, и они могут для многих оказаться самыми сложными, это сопровождение, работа с возражениями. Этому нужно учиться, и я вам скажу, что мы и сейчас еще этому учимся. Даже те люди, которые вроде бы умеют с этим справляться, каждый раз сталкиваются с какими-то новыми ситуациями, и нам тоже приходится всему этому учиться на ходу. Итак, ставим цели. Ну, как известно, цели у нас бывают разные, бывают, есть такая классификация красные и синие цели. Красные – это цель, которая очень далеко, очень большая, такая емкая, и к ней нужно идти каким-то длинным путем, преодолевая какие-то, ну, давайте скажем, преграды, может быть, да, решая какие-то задачи. И когда мы ставим большую красную цель, нам обязательно нужно наметить пути, как мы будем к ней идти, и разбиваем весь этот путь на определенные подцели, по которым мы идем. Мы достигли одного, второго, третьего. Сейчас я приведу примеры, чтобы было все понятно. Вот. И цели нужно ставить по такой системе, как SMART. SMART-система – это… SMART – это аббревиатура, которая… Давайте попробую по-английски правильно произнести. S-специфик – это конкретная, цель должна быть конкретная. То есть мы должны понимать, что в конечном итоге мы хотим получить, мы хотим видеть. Miserable – это измеримая. То есть она должна быть совершенно понятная, в каких-то определенных рамках. Ну, например, я хочу до конца года заработать 10 тысяч долларов, потому что мне нужно купить квартиру, и мне не хватает 10 тысяч долларов. То есть квартиру я уже выбрала. То есть мы понимаем, у нас есть сроки, у нас есть совершенно понятная сумма, которую мы хотим получить, потому что мы должны понимать, по каким критериям мы поймем, что наша цель достигнута. В нашем случае – 10 тысяч долларов. Когда у нас они появятся, мы понимаем, да, цель у нас достигнута. Естественно, эта цель должна быть достижимая. Она… Мы ставим такую цель, которую мы, сами понимая свои возможности, свои ресурсы, учитывая все это, понимаем, да, для нас это возможно. Нужны какие-то определенные действия, нужны какие-то определенные усилия, но она достижима в моем случае. И тогда мы можем к ней идти, тогда у нас будет все получаться. Эта цель должна быть значимой. То есть для нас она должна быть актуальная, relevant, актуальная, значимая тема. То есть если мы ставим, допустим, той же целью 10 тысяч долларов, потому что нам нужна квартира, вот мне нужна квартира, все, для меня это очень актуально, для меня это очень значимо. Поэтому я буду идти, вот буквально целенаправленно по этому пути. И в обязательном порядке каждая цель должна быть определена по времени. Таймит, буква Т. Мы обязательно должны ставить временные рамки, чтобы мы понимали, что мы идем к цели, вот нам надо еще сделать вот это, вот это, нам осталось еще вот столько времени, и все, мы закончим. Чтобы мы не расслаблялись, мы понимаем, в обязательном порядке должны быть рамки. То есть мы конкретизируем, мы понимаем, что цель абсолютно достижимая, она измеримая, она для нас имеет очень большое значение, и мы определяем по времени, когда мы ее достигаем, когда мы этой цели достигнем. Также цели бывают, вернее, эти же цели мы можем подразделять на долгосрочные и краткосрочные. Допустим, вот в данном случае есть такое предложение написать цели на год, цели на три месяца и на один месяц. То есть для того, чтобы прийти к той цели, которая будет у нас на год поставлена, у нас будут еще промежуточные цели, которые мы достигаем и понимаем, что мы переходим к следующему этапу. Если вы хотите реализовать свои мечты, превратите их в свои цели. Да, это действительно так, потому что мечты мечтами, но когда мы поставим их как цели, достигнем, тогда мы можем смело сказать, да, мечты сбываются, и они сбываются благодаря нашим заслугам. Вот, например, смотрите, мы, допустим, такую, как пример хочу привести, к концу года достойно достичь статуса топ-эксперт. Реальная цель, реальная. То есть достижимая, достижимая, понятная, понятная. Как мы поймем, что мы достигли своей цели? Тогда, когда мы получим статус топ-эксперта. Сроки, пожалуйста, мы определили до конца года. Значит, что у нас сейчас есть, еще 7 месяцев. И мы тогда на каждый месяц обозначаем свою работу. И эта работа, по большому счету, она понятна. Мы понимаем, что нам нужно делать. Но если мы ее распишем, если мы конкретно распишем ее, нам легче будет ее исполнять. Например, 10 прямых продаж сделать за первый месяц. Нормальное? Нормальное. Достижимое? Абсолютно. За 2 недели перейти на ранг лидера. Мы сможем перейти? Конечно, сможем. Если мы 10 прямых продаж сделаем, то у нас и объем для лидеров будет, и, естественно, у нас там среди 10 человек, но точно, ну, если это 10 человек, то это может быть 8, но неважно. У нас все равно найдутся какие-то люди, которые будут более такие активные, которые сделают больше инвестиций. И, естественно, с этими людьми мы поработаем, и за следующие 2 недели мы трем своим партнерам помогаем дойти до ранга лидера. Это возможно? Конечно, возможно, если в этой десятке людей у нас есть хорошие люди, которые хотят работать, живые, открытые. И в конце месяца, таким образом, если мы делаем трех лидеров, значит, мы к концу месяца уже достигаем ранга мастера. И таким образом мы расписываем последующий, последующий, последующий месяц. И мы тогда идем до нашего топ-эксперта. Ну, или, например, мы поставим такую цель к концу года сделать себе такую огромную структуру, в которой 90% будут действующие, активные партнеры, которые тоже будут строить сети. Это тоже хорошее желание. Ну, пускай у нас 10% останутся просто инвесторы, мы их потом постепенно переведем к действующих партнеров. Вторая наша задача – это работа со списком контактов. Мы сами, в первую очередь, давайте будем говорить, я буду говорить даже не от имени учите своих людей, да, я буду говорить так, давайте мы сами сначала этому учимся, потому что мы работаем, например, признаюсь вам, что я до сих пор еще не обзвонила всю свою телефонную книжку, которая у меня есть. То есть мне еще чего-то не хватило, чтобы позвонить некоторым людям. Вот, но список контактов мы начинаем писать, и писать их нужно не открывать, вернее, их нужно писать, не просто открыть свой телефон и посмотреть, боже мой, как у меня много людей, этому сегодня позвоню, этому завтра, этому пока не буду звонить, это неправильно. Переписываем их на бумагу, переписываем, причем, когда мы начнем писать, сначала из своего телефона, затем из головы вспомним каких-то людей, какие-то места, где мы были. Случается такое, и очень часто это наша память, наш мозг умеет так работать, когда мы вспоминаем какого-то, ну, к примеру, Сергея, с которым мы ехали где-то в автобусе, и я вспоминаю, он мне дал свою визитку, я беру эту визитку, и еще нахожу, и вдруг я вспоминаю, а в этом же автобусе был еще один человек, а его номер телефона я даже в телефон себе записала. И у нас начинает включаться какая-то цепочка, ну, пусть, может быть, автобус не очень удачный пример я привела, да, но, может быть, какое-то другое мероприятие было. И я помню, вот с этим Сергеем был такой интересный человек, я так бы, наверное, позвоню Сергею, попрошу номер телефона, вот того интересного человека, которому я хотела бы позвонить. То есть наш мозг начинает еще больше и больше и больше и больше вспоминать людей, оказывается, которых мы знаем. Мы всех пишем в список. Даже если вы вспомнили интересного человека, но у вас нету его, ни номера телефона, больше ничего, только имя, запишите его. Вы не представляете, как эта визуализация отправляет во Вселенную какие-то, я не знаю, сигналы, я не знаю, что идет от этого, но очень часто бывает. Ты вдруг случайно вспоминаешь человека, два дня о нем думаешь, и думаешь, почему я его вспомнил, а на третий день этот человек тебе сам звонит. Я не знаю, как это получается. Но вот со списком контактов получается точно такая же штука. И мы когда-то разрабатывали для дубликации папку с материалами, и у нас там есть вот такой бланк, книга контактов. И вот таким бланком пользоваться лучше всего, потому что здесь, кроме того, то, что мы пишем имя человека, мы сюда еще записываем, допустим, его номер телефона. Пусть мы больше ничего не знаем, но мы оставляем еще здесь место для e-mail и заметки. Самый интересный раздел это заметки. Выписывая сюда людей в заметки, мы для начала можем записывать, где мы с ним познакомились, где мы с ним пересеклись с этим человеком. Это очень важная информация, потому что, когда мы этому человеку позвоним, мы в первую очередь скажем, здравствуйте, мы с вами встречались танты и танты, меня зовут вот так, может быть, вы меня вспомните. Все, у вас есть зацепка, у вас есть тема какая-то для первых минут разговора, для первой какой-то зацепки. Либо происходит другой вариант, когда вы уже позвонили этому человеку, он сказал, ты знаешь, я сейчас в отъезде, я через 4 дня буду на месте, тогда мне позвони. Тогда вы в эту заметку пишете, позвонить через 4, и вы не забудете никогда какие-то мелочи, которые, в принципе, будут очень важны. Вот такого рода книга контактов мне очень нравится, в ней действительно очень хорошо работать. И писать можно по группам, потому что мы людей встречали, сталкивались с людьми в разных местах, с кем там мы живем, кто-то наши соседи, кто-то наши друзья, кто-то родственники, кто-то по работе. И таким образом мы можем даже разделять на группы людей, и потом эти списки, будет у нас несколько списков, мы будем постоянно пополнять, они будут пополняться. Поверьте, если начать эту работу, они будут пополняться. И возможности нашего успеха напрямую зависят от нашей книги контактов. Если у нас будет список короткий, то у нас будет маленькая команда, и значит у нас будет маленький бизнес. Если у нас будет огромный список, мы сможем сформировать из него большую команду, и у нас уже и бизнес будет соответственно крупный. Из какой сферы можно брать людей, брать контакты этих людей? Этих сфер очень много. И вот если мы разделим на такие группы, может быть нам будет легче с ними общаться, потому что, допустим, группы на досуге, это спорт, это какие-то хобби, это может быть в отпуск, мы все время в одно и то же место ездим и видимся все время с одними и теми же людьми, и мы теперь уже с ними, как со своими знакомыми, иногда можем поговорить, мы можем немножечко, во-первых, нам есть о чем начать разговор, у нас есть общая тема, и можем им предложить, пригласить опять-таки на вебинар или на какую-то презентацию. У нас у всех есть учебное заведение, которое мы прошли, проходим сейчас, это курсы, тренинги всевозможные, может быть, бывшая работа, наши одноклассники, а может даже еще общаемся с людьми, с которыми в детский сад ходили. Есть группа людей, где мы спонтанно с людьми знакомимся, театр, кинотеатр, концерты, там тоже бывают разные ситуации, когда просто переговорили, просто спросили, как вам сегодняшний концерт, а как вам игра актеров, вот, то есть всегда можно какое-то, произвести какое-то знакомство, и обменяться данными, обменяться визитками, обменяться номером телефона. Семья, родственники, друзья, я их специально поставила немножко пониже, чтобы мы понимали, мы не набрасываемся на своих родных, на своих друзей, пока мы не владеем точной информацией, пока у нас нет каких-то неопровержимых фактов, мы не набрасываемся на них, потому что, как знаете, нет пророка в своем отечестве, для нас не всегда наши родственники серьезно воспринимают. Сама через это прошла первые годы, поэтому говорю не понаслышке. Да, возможно, сейчас, когда у нас уже за плечами большая работа, большой пройденный путь вместе с проектом, с компанией, сейчас мы спокойнее, меня воспринимают спокойнее, ну и, естественно, уже, так сказать, успокоились, не то, чтобы даже успокоились, а даже с уважением, говорят, молодец, насколько ты сильная, насколько ты в это верила и настолько вкладывалась, ну и как и все вкладывались, все люди, кто пришел в этот проект. Также у нас есть в Facebook и другие соцсети, где мы не знаем визуально людей, но мы с ними общаемся, у нас очень много бывает там контактов, с которыми мы общаемся, переписываемся, мы никогда в жизни не виделись, к ним тоже уже можно обратиться. Ну и есть еще места, где мы иногда сидим в очереди, где-то почты, врачи, юристы, банки. То есть места бывают разные. Самое главное, что если вы в какой-то группе, к какой-то группе отнесли этого человека, его данные, обязательно пометьте, что это за группа, где вы с ним встретились, чтобы вам было о чем поговорить, если вы ему вдруг позвоните внезапно. Следующая наша задача это планирование. Мы понимаем, что к любой цели мы придем только тогда, когда мы будем идти пошагово, выполняя последовательно задачи, которые будут вставать на нашем пути. Только таким образом мы дойдем до своей цели. А для этого нам нужно уметь распланировать свое время. Есть в планировании правило 6П. Правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели. То есть мы понимаем, чтобы мы не бросались в ум с головой, сейчас мы будем всем звонить подряд, я сейчас, вот у меня эмоция, вот у меня есть 50 контактов, я сейчас всем позвоню, я сейчас всем расскажу, и мы понимаем, что у нас бывает обычно в таких случаях. Один, два, три человека сказали нет. Наша эмоция сначала захлестывала, зашкаливала человек, нас не принимает всерьез, потому что не понимает, с какой луны мы свалились. Вот. Потом начинаем мы уже потухать, и может быть, когда 12-й человек, которому мы звоним, он бы откликнулся, но, извините, мы уже потеряли весь запал, у нас уже пропал энтузиазм, у нас уже вообще закончились все силы. И мы проваливаем этот звонок, только потому, что мы неправильно к этому подошли. Все-таки нужно планировать, нужно запланировать, сколько вы звонков хотите в этот, сегодня, допустим, сделать, специально отвезти для этого время. Потому что очень многие люди, например, я имею в виду тех, кто собирается звонить, когда у нас есть еще своя основная работа, и многие не занимаются напрямую только нашим проектом. Возможно, мы можем только 2 часа в день вообще, может, час в день уделить нашему проекту. Поэтому, естественно, планируя звонки, мы не будем хвататься всем подряд звонить, а мы распланируем, что сегодня я позвоню 5 людям, допустим, или даже 3 людям в этот час. Я так настроена. Завтра еще будут 3 человека, но я это все расписываю конкретно, что я им скажу, что я хочу им предложить, из какой сферы эти люди. Давай я сегодня возьму из одного списка. Потому что мы понимаем, что есть такое правило 10 на 90. И 10% времени, затраченное на планирование до начала выполнения задачи, сэкономят 90% времени при ее решении. И это работает. Может быть, у нас не всегда совпадут проценты, но это правило работает. Поэтому предлагаю писать свои дела, писать по-разному, кому как удобно. Я знаю, дела на каждый день, дела на неделю, расписывать пошагово важные, второстепенные какие-то. То есть у каждого есть свое восприятие. Каждый человек по-разному это все записывает, ли ему так проще. То есть он выбирает свою тактику. И очень важно, когда ваши дела, вы выполнили их, вы отмечаете каким-то образом, вычеркиваете или просто отмечаете, что это дело сделано. Поверьте, когда вы будете видеть список, в котором одно, второе, третье, четвертое сделано, во-первых, у вас повышается самооценка, вы себя начинаете хвалить. Какой я все-таки молодец, какой я все-таки собранный. Я вот это сделал, это сделал. Вы, во-первых, у вас время ваше будет распределено правильнее, потому что вот есть дело, вот оно записано, я его сделаю, вычеркну все, я больше о нем не думаю. Хочу вам привести пример. В моей жизни было так, у меня ребенок, подросток, это было в прошлом году, мы завели такое правило, потому что ему было уже 14 лет, и о чем бы я не попросила его сделать, уходя на работу, вот придешь из школы, вынеси мусор, сделай то, там не знаю, помой полы, но разная работа была. Вот, у нас еще небольшая грядка есть, я там вот надо вот сходить полить еще что-то, и прихожу, а он еще не начинал. А почему ты не начинал до сих пор? У тебя было столько времени? Ой, я просто понимаю, как это много времени, надо на это все потратить, и я боялся, что я не успею погулять, а я там ищу, а я там ищу. Я говорю, все, дорогой мой, или что-то сделает, что-то обязательно забудет, или сделает вид, что забудет. Вот, я говорю, нет, дорогой мой, давай будем писать список. И вот мы провели эксперимент. О, нет, я не буду, а что это даст, а все равно я пока соберусь его выполнять. Я говорю, нет, давай просто напишем список, чтобы ты увидел, что тебе нужно сделать. Список мы писали с вечера. Кстати, это тоже очень один из важных моментов, написать список с вечера, чтобы вы уже понимали, с чего вам утром нужно будет начать, во сколько вам нужно будет встать, какие дела, в какое время вам нужно будет выполнить. И мы ему записали список, я не помню, но мне кажется, там было 6 заданий, и он такой говорит, ну там хозяйственные, естественно, задания были, и он такой, это так долго, это на полдня, все, у меня полдня пропадет, потому что я приду в школу, полдня буду этим заниматься. Я говорю, ну ты понимаешь, я говорю, эти дела можно сделать очень быстро, очень быстро. Я говорю, тебе часа хватит, вообще с головой, с передышками, если ты подойдешь к этому и будешь делать, нет, не буду, я знаю, все, был очень расстроен, в конечном итоге пошел, начал делать. Я ему говорю, сделай, вычеркни, сделай, вычеркни. Послушайте, он за 34 минуты сделал весь список, 34 минуты, мы засекли время, он пришел ко мне с огромными глазами, говорит, мам, я сам не верю, что я за 34 минуты все это сделал, потому что, когда я думала, что мне надо это сделать, мне казалось, что я потрачу на это, в лучшем случае, полдня. И на сегодняшний день мы в принципе это практикуем, если есть какие-то задания, мы обязательно записываем. Это работает, это действительно работает и приносит большую пользу. в тех же материалах, которые, вот я говорила, что мы по дубликации разрабатывали, есть предложен вот такой вот личный план на неделю. Кому-то удобнее так, по неделе, по времени, прям расписать, какие там будут у него дела, потому что, если в течение этого времени есть еще какие-то 6-8 часов обычной работы, то, естественно, нужно где-то в какие-то часы запланировать свои звонки, свои встречи, там, презентации наши, то есть нашу работу, да. Вот. Есть, я наткнулась еще на один план, как писать, записывать дела, как делать план, я не знаю, здесь можно на неделю, на месяц, вот, но мне очень понравилось, потому что здесь дела, дела наши разделяются на 4 группы, срочные, важные, неважные и несрочные, и когда мы их вписываем в группы, вот в эти вот 4 квадрата, у нас получаются очень срочные, очень важные дела, несрочные, но важные дела, которые зачастую мы немножечко умеем отложить в сторону, затянуть, и потом понимаем, что важно, но не очень срочно, но я сделаю это потом, тоже больше не откладывать, мы просто визуально будем видеть, что нам надо сделать раньше, что нам надо сделать позже, срочные, неважные, получаем такую группу, и несрочные, и неважные, обратите внимание на 4 группу, когда здесь в нашем списке появляются несрочные и неважные дела, иногда случается так, что вы дела из этой группы вычеркните, и вычеркните абсолютно все, потому что эти дела не важны для нас, они не дают нам никакого, может быть, улучшения, какого-то неблагополучия, то есть мы на них только потратим время, это какое-то пустое времяпрепровождение, это очень хорошо, потому что когда мы все дела запишем и сможем рассортировать по этим 4 квадратам, у нас обязательно найдется что-то, что попадет в 4 квадрат, и мы не будем тратить на него время, хотя если бы мы его записали просто в список дел, возможно, мы бы его выполнили, но автоматически, не анализируя, насколько это дело срочное, вот, а вот первые срочные и важные дела, иногда бывают приятные, иногда бывают неприятные, так вот, некоторые из этих дел, которые очень неприятные, но надо сделать, называют съесть лягушку, что значит съесть лягушку, если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, утешение может случить то, служить то, что это самое плохое, что может с вами случиться за весь день, бывают такие очень неприятные дела, может быть очень сложные звонки, когда надо позвонить и говорить на какую-то, ну, неприятную для нас тему, или сложный человек, но мы обещали, мы должны ему позвонить, то есть делайте это в первую очередь, с самого утра, сделайте, и у вас будет, можно сказать так, гора с плеч, потому что если мы сделаем самое неприятное, но важное дело сегодняшнего дня, в первую очередь, это даст нам заряд бодрости на целый день, мы будем знать, я молодец, я это сделала, это в большом, это как бы совет Брайана Тресси, он тоже бизнес-поучер, вот, поэтому если у нас есть лягушки, не откладываем их на потом, съедаем их с самого утра и с хорошим настроением идем в наш день. Следующая задача это приглашение, приглашение на вебинары, на личные встречи, на онлайн-встречи, на презентации, сегодня пока мы на личные встречи, на презентации не приглашаем, пока у нас это вебинары и онлайн-встречи, которые мы сами будем проводить. Вот, и либо сами, либо это могут быть встречи с нашим спонсором, мы можем делать онлайн-встречи тоже на небольшие группы по скайпу, либо это какие-то наши конференции, либо это сейчас вот будет запущена серия вебинаров, когда в каждом регионе будет проводиться вебинар и встреча с членами управления, где мы сможем задавать им свои вопросы. Вот это есть онлайн-встречи. Приглашаем людей на эти встречи. С чего мы можем начинать? Каких мы будем приглашать людей для того, чтобы мы могли сделать, можно сказать, такой мягкий старт? Конечно, нам подходят приветствие, открытые люди. Естественно, это те группы людей, которые называются теплыми контактами, на которых мы хорошо знаем, которые любопытные, любознательные, которые готовы проверить информацию, которую вы даете. То есть вы дали информацию, значит, вы знаете, этот человек залезет и посмотрит еще какие-то ролики, он обязательно откликнется. То есть начинайте с позитивных людей, чтобы не было никаких разочарований, начинайте с позитивных. И заодно на этих позитивных людях мы учимся, мы тренируемся проводить какие-то беседы, какие-то презентации, потому что презентации мы тоже делаем, как ни крути, но мы будем просто учиться делать это профессионально. Но так как мы сейчас делаем все это по телефону, то понятно, здесь существует какой-то телефонный этикет, который мы в обязательном порядке должны соблюдать. Мы не можем звонить в бухты по аракте, нам обязательно нужно прописать какой-то небольшой сценарий. Но этот сценарий, он должен быть не в таком смысле, что мы там строго придерживаемся этого сценария. Нет, мы делаем какие-то наметки, чтобы обязательно не забыть в разговоре сказать, вот это, это, это сделает на что-то акцент. Но в любом случае мы должны понимать, что мы будем говорить данному человеку, которого мы собираемся звонить. Во время разговора рекомендовано улыбаться, потому что все мы знаем, что если человек улыбаясь поднимает трубку, мы это чувствуем, мы это чувствуем, мы это слышим. Мы даже слышим по голосу, что человек улыбается, что он в хорошем настроении. Конечно, искусственно, искусственно не нужно делать какую-то радость, там что-то изображать, потому что, я думаю, все вы сталкивались, когда нам звонят какие-то телефонные операторы, и что-то нам предлагают, или страховые какие-то агенты. И с какой они радостью нам это сообщают, и мы чувствуем эту фальшь, и мы даже иногда вообще не хотим разговаривать. Есть люди, которым мы, ну, либо слушаем от предложения, если это актуально, например, когда у меня заканчивается страховка, когда я на квартиру, я знаю, что мне позвонят, я уже сама их никого не ищу, они меня сами найдут. Да, я знаю, что мне нужна эта тема, но я все равно разговариваю с тем, вот у которого нет фальши, их там много, они перебирают наши данные, они там пытаются клиента, ну, договор перехватить, поэтому часто бывает, что звонят разные люди. И вот мы сами так, нам тоже не нравится фальш, поэтому давайте и мы не будем фальшивить. Вот, также очень чувствуется, когда человек лежит и разговаривает, когда он что-то жует, вот, даже чувствуется, когда человек курит и разговаривает. Всего этого не нужно делать. Если мы подготовились к разговору, вернее, вот если мы собираемся какой-то разговор по телефону, какой-то звонок сделать, подготовьтесь к этому. Не надо кушать, не надо ничего жевать, никакую жвачку, не надо курить, не надо, может быть, даже кофе пить в этот момент, не надо лежать. Очень хорошо это делать у окна, висите за столом, когда у вас диаправма выровненная, когда вы стоите, смотрите в окно, куда-то вдаль на какие-то красивые виды, тоже очень хорошо говорить, потому что вы будете таким спокойным, обрадоваренным. Вот, это очень важно. Нужно готовиться, потому что люди чувствуют. Говорить нужно медленно и четко, таратурить тоже не нужно, потому что мы своим, быстро своей речью можем не заинтересовать, а человеку не станет нас слушать. А может быть, эта тема ему актуальна. Тот же пример с этими же операторами. Они иногда представляются настолько быстро, что ты даже не можешь понять имя. Вот, я Кристина все наговорила, если у вас две минуты, а я не услышала имя ее даже, то есть настолько быстро она говорит. Не нужно, будьте естественны. Мы говорим медленно, мы говорим четко, и в первых беседах мы понимаем, насколько человек расположен, с нами говорить или нет. Не нужно заучивать какие-то фразы. Абсолютно нормально, если вы немножко волнуетесь, немножко нервничаете, потому что если вы начнете репетировать этот разговор где-то со своими, там, не знаю, друзьями, родственниками, будете репетировать какие-то дежурные фразы, в конечном итоге можно вообще превратиться в говорящего робота, и тогда тоже человек будет это чувствовать. Люди очень чувствуют фальшь. Мы знаем, мы уже все настолько этим научены, всех предложений со всех сторон так много, что действительно нужно очень серьезно к этому подходить для того, чтобы нас вообще услышали и откликнулись. Нужно всегда быть готовым к тому, что нам скажут нет. Нет нам могут сказать по разным причинам. Спасибо, не надо. Об этом мы тоже потом поговорим попозже в работе с возражениями. Но иногда люди просто скажут нет, и мы понимаем, это нет, значит, мы больше этому человеку не звоним ни завтра, ни послезавтра. Всегда нужно закончить звонок вежливо. Спасибо, что уделили время, желаю вам хорошего дня. То есть не нужно показывать какое-то зло или раздражение. Может быть, человеку действительно это не надо. Может быть, он занимается каким-то другим делом. Может быть, вы просто позвонили не вовремя, и он совершенно не расположен сегодня разговаривать, потому что ему там какая-то беда вообще стряслась, или кто-то из близких людей, не приведи Божий, там при смерти лежит. Ну, какие звонки, ну, какой бизнес может быть в этот момент. Поэтому мы должны все это учитывать. Но если человек с вами поговорил, и вы ему предложили какую-то дополнительную информацию, не знаю, там, ну, что-то вы ему пообещали, обязательно выполните. То есть если вы пообещали какие-то ролики прислать, там, на WhatsApp, на email, выполните. Сразу, как только вы поговорили, положили трубки, выполните все, о чем вы договорились, и что вы пообещали до человека. Какую дополнительную информацию вы дали ему для ознакомления. Ну, и к совершенству путь – это практика. Будем практиковаться, пройдет какое-то время, прежде чем мы сможем просто взять трубку и спокойно говорить, 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 и говорить своему новому человеку, смотри, как это просто делается, да что ты волнуешься, да это же так легко, вот сейчас меня послушаю, завтра мы встретимся. Да, так будет, я думаю, придет время, у нас будет такое получаться. Но нужна практика. И помните, худшее, что может случиться, это только всего лишь то, что вам просто скажет «нет». Худшее, ничего страшного. Попрощались, пожелали хорошего дня и пошли дальше. Следующая задача – презентация проекта. Я уже говорила, что приглашая на какие-то вебинары, на какие-то конференции, когда мы не делаем это сами, эту задачу, презентацию выполняют работники компании, либо ролик, либо сейчас наши спикеры, которые еженедельно будут проводить на определенные темы вебинары. Но может случиться так, что вам придется представлять технологию самостоятельно. Ситуации бывают разные. Это могут быть ваши знакомые, которые говорят, послушай, давай включим скайп, ты мне все расскажешь, покажешь, ну куда я там пойду. У нас, кстати, очень многие люди именно так и работают, и делают огромный объем, потому что они сами делают презентации, будут либо в личных беседах, либо в презентациях через скайп. И я даже могу назвать этих людей, я знаю Эрнест у нас, Рубин, он делает личные беседы, он всегда доводит, всегда, я не знаю, 99,9% он доводит до сделки. То есть человек умеет в личных беседах разговаривать с людьми. А Николай Кучер, он долгое время был спикером у нас, вел презентации оффлайн. Он работает, очень хорошо работает через скайп. Действительно, отлично работает через скайп. У него тоже большие объемы, у него большие сделки, крупные сделки, но через скайп, потому что люди говорят, мне некогда куда-то ехать, куда-то смотреть, что я приеду, все равно тебя буду слушать, давай работаем сейчас и все. Поэтому, если мы это делаем сами, мы к этому тоже должны готовиться и очень серьезно. У нас сейчас есть готовые презентации на предыдущем мероприятии, на конференции я уже говорила, и Юрий Шевкуненко, наш графический дизайнер, который эти презентации все оформлял, он делал представление, и сейчас наши спикеры по вторникам на русском языке, по понедельникам в Латвии, конкретно на латышском, в Эстонии, наверное, тоже понедельник, извините, что не посмотрел расписание на эстонском, будут вести презентации по готовым шаблонам. То есть у нас есть две большие презентации, одна на 100 слайдов, одна на 50 слайдов, они уже загружены в кабинет, к ним предоставлены тексты, что по каким слайдам говорить. Вы из этих презентаций берете то, что вам нужно. Вы можете всю презентацию пролистывать и беседовать с человеком, рассказывая о технологии, о всем, что там происходит, что у нас сейчас происходит. Если у вас есть время для этого, если у вас мало времени, вы можете взять только те слайды, которые вам удобно и вам комфортно осветить. Но в любом случае мы должны следовать схеме, то есть мы показываем проблемы, которые в мире существуют, одна, несколько, наши решения, решения с помощью нашей технологии, и возможность участия человека в этой технологии, чтобы он понимал вообще, для чего мы ему это предлагаем. То есть вот эти задачи мы показываем, и тогда мы можем сделать и короткие, и длинные презентации, но используем готовые шаблоны. Также мы используем ролики с официальных каналов. То есть сейчас мы можем просто переходить на канал, но мы готовим материал, который тоже будет у нас в личном кабинете, будут конкретно по темам ссылки на ролики, которые сделаны от компании, которые в один раз замещены на официальных каналах. Ну и плюс, естественно, мы используемся, пользуемся печатной всевозможной литературой. Если мы показываем через скайп, то мы показываем наши журналы. Если у нас личная встреча, то мы берем с собой в обязательном порядке визитки, ручки, блокноты. У нас этого тоже очень много. Уже тоже созданы все макеты, мы можем брать, печатать, заказывать, используем атрибутику. Если мы с человеком встречаемся и оставляем ему визитку или дарим ему какую-то ручку, естественно, оставляем ему какую-то презентационную брошюру, то это потом напоминает ему о нас. И он, может быть, чаще, когда на глаза попадается, может быть, сегодня он еще не принял решение, а потом ему один раз, второй раз выпалось на глаза, думает, нет, надо мне, наверное, посмотреть, надо мне, наверное, рассмотреть еще раз. То есть наша атрибутика, она просто очень помогает нам в работе. Когда все-таки мы разговариваем с человеком, когда мы ему рассказываем о возможностях участия, естественно, мы ему показываем наши инвестиционные возможности. Мы открываем кабинет, мы показываем, какие у нас есть программы, какие условия. то есть наша задача все равно не просто ознакомить людей, нам нужно закончить наши 15 этапов. Поэтому понятное дело, что есть какая-то конечная цель, для чего мы привыкаем сюда людей. И приглашаем их в бизнес. Если этот человек серьезный, если человек говорит, я хочу, да, я хочу бизнес, мне нужен дополнительный доход, то мы раскрываем ему все возможности, каким образом можно вести бизнес, знакомый с маркетингом и со всеми возможностями. Вот, что у меня перескакивает. Следующая наша задача – это сопровождение. Я думаю, что достаточно она серьезная, и можно ее назвать сложной. Ее можно назвать сложной, потому что все-таки нужно овладеть мастерством сопровождения. Нужно в обязательном порядке. Вот мы пригласили, вот человек презентацию прослушал, вот человек получил информацию, вот он вроде бы даже уже, да, принимает решение, ну да, наверное, я буду участвовать в проекте. Вот, мы не должны его бросать. Это, мы не можем успокоиться на том, что он говорит, да, хорошо, я зарегистрируюсь, я там выберу себе какой-то пакет, выберу себе какую-то программу, да, спасибо, хорошо. Нам нужно в любом случае сосредоточиться на дальнейших шагах, чтобы довести, во-первых, встречу до конечного результата, во-вторых, чтобы не оставить человека в неведении, чтобы продолжать его сопровождать, чтобы продолжать, набжать дополнительными какими-то материалами информации, и чтобы он видел, как и дальше продолжает развиваться проект, то есть вовлекать во все, во все процессы, которые у нас происходят. И действовать нужно, пока с обеих сторон еще существует какое-то, присутствует определенное радостное воодушевление, у человека на эмоциях принимает решение, да, здорово, да, классно, мне нравится идея, хорошая миссия у вас, классная, я участвую. Вот, но нам важно работать дальше, потому что статистика успеха такова, что если мы через один день позвонили после презентации, после того, когда человек сказал, да, здорово, мне нравится, то наш успех составляет 70%, что сделка будет, что человек пойдет дальше, человек захочет учиться чему-то, захочет дальше участвовать. Если мы на второй-четвертый день, то процент нашего успеха падает и процент того, что будет сделка уже снижается до 23. Если пятый-седьмой день, на пятый-десятый день мы звоним человеку и говорим, ну как, ну что, ну давай, может быть, дальше человек уже остыл, он остыл и остается всего лишь 7 процентов, что будет удача, что будет сделка, что человек с нами пойдет дальше. Поэтому мы всегда думаем, зачем нам 7 процентов, если у нас может быть 70 процентов. Еще очень важно, не соглашайтесь с людьми, когда они говорят, ну да, мне понравилось, здорово, ну я тебе потом позвоню. Нет, будьте более деловыми, договоритесь, что вы позвоните, потому что часто бывает, что человек не звонит, он потихонечку остывает. Возможно, у него на первый, там в этот же день или на второй день не получилось, вот реально по серьезным причинам, не получилось позвонить. На третий день он уже начинает подзабывать, на четвертый он вообще уже забыл. Вот, так бывает часто, и поэтому мы не оставляем, мы лучше сразу договариваемся. Давайте завтра позвоню, ты мне скажешь свое мнение, я тебе еще кое-что пришлю, ты мне скажешь свое мнение. Вот, потому что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение. Презентация, какова бы ни была, человек сразу в ней услышит, устраивает его что-то или не устраивает. Например, у меня на первом году работы была такая ситуация, когда я человеку рассказывала, что вот можно будет в будущем заработать, передать там детям по наследству свой бизнес, дети будут обеспечены, там совладелец, не знаю что. Вот, в общем, такое рассказываю, рассказываю, и она мне говорит, ну, ну и что, у меня все есть, у меня хватает денег, у меня много лет, на мой веб всего хватает. Говорит, пожалуйста, ну, скажи мне что-то такое, что меня может зацепить. Она была моей хорошей знакомой, и я не хочу сказать, что она специально меня там на что-то провоцировала, она просто говорит, скажи мне что-то такое, что меня зацепит. Ну, ты меня деньгами не возьмешь, не надо мне деньги, ну, сколько тебе денег надо? Вот, я говорю, Ну вот понимаешь, я, например, спасаю планету, спасаю людей от аварийных ситуаций. Я участвую в проекте, потому что я участвую в экологически безопасном проекте. Она такая, о, вот это мне и надо было, все, я буду с вами. И она инвестировала, у нее было много работы. То есть, может быть, меня сумасшедше посчитает, но я спасаю планету в этом проекте. Она говорит, вот я тоже хочу спасать планету вместе с тобой. То есть, она почувствует свою значимость, она может внести какой-то вклад во что-то большое и грандиозное. Поэтому мы, человек сам для себя в презентации, он сразу выделит, что ему нужно. Но важно, поможем ли мы ему дальше. Есть редкие единицы, которые говорят, так, все здорово, мне все понятно, я пошел. Вот, мне особая помощь не нужна, я это делать умею, ты мне только покажи вот это, вот это, вот это, вот это. Там я тебе позвоню, ответишь мне только на вопросы, а так больше меня не трогай. Такие экземпляры тоже есть, и это очень хорошо. Это нас немножко освобождает, но тем не менее мы все равно не покидаем их, мы помогаем им, помогаем их людям. И всегда готовы в любой момент включиться, подключиться и оказать какую-то помощь. Последующие действия после презентации, после ознакомления с проектом, они должны быть какими-то такими последовательностями. Вы работаете для себя свою стратегию, как вам легче вообще дальше общаться с этим человеком. Потому что с каждым работаем по-разному, с каждым общаемся по-разному, каждому нужны разные вещи, которые мы им можем дать. Но линии связи должны быть открытыми. Вы должны договариваться так, что вы можете позвонить этому человеку. Либо вы договариваетесь о каком-то звонке, либо вы время от времени ему присылаете какую-то новую роль, какую-то новую новость. То есть вы все время с этим человеком общаетесь до тех пор, пока вы не поймете, что человек научился работать самостоятельно. Предлагаете помощь, если ему нужно. Предлагаете позвонить каким-то его людям. Предлагаете, может быть, провести презентацию для каких-то его людей. Дать какую-то консультацию, ответить на вопросы. То есть мы все время должны быть для этих людей открытыми. Может быть, мы какое-то письмо ему отправляем, какой-то ролик. Ну, в общем, не бросаем и даем человеку понять, что он может к нам тоже в любой момент обратиться, что мы готовы с ним сотрудничать дальше. Можем договориться о повторной сделке. Это в обязательном порядке. Потому что если одна сделка произошла, и вдруг у нас появились какие-то новые пакеты, вы звоните, вы предлагаете, вы рассказываете о наших возможностях. Берем какие-то контакты людей, которых они знают, с которыми нужно побеседовать, с которыми нужно пообщаться. То есть продолжаем работу, продолжаем вот такого рода сопровождение. И выстраиваем правильно свою команду. Те люди, которые хотят работать, они всегда должны чувствовать, что есть поддержка. Вы сначала обучаетесь сами делать все то, что вот мы сейчас написали. Дальше мы обучаем все это делать своего партнера в первой линии. Затем мы его обучаем обучать своих партнеров в первой линии. То есть для того, чтобы наша структура хорошо работала, приносила доход, для того, чтобы мы могли быть уверены, что там все развивается, мы как минимум три поколения должны поддержать поле зрения, помогать им, поддерживать, обучать. Мы, конечно, можем настрелять всех в первую линию, они все нам принесут хороший доход 15%. Мы будем счастливы, у нас будут денежки, но через какое-то время, если мы этих людей не научили делать то же самое, что делаем, у нас структура затихнет. Я уже на каком-то из вебинаров говорила, что я через такое тоже прошла. Я прошла через это, потому что я сопротивлялась, я сказала, да чем помогать, если человек захочет, он ко мне обратится и спросит, я не хочу быть навязчивой. И потом я сама не сетевикаю, чему я могу научить, если я сама ничего не умею. Но когда научилась, начала работать в глубине. И это очень важно. Мы первые три поколения в обязательном порядке не оставляем без внимания, мы всегда их сопровождаем, всегда им помогаем. Вот, и еще важный один момент, сохранять теплый контакт. Вот здесь общение с людьми, у нас была встреча, разговор, презентация, мы же разговариваем не только о технологии, мы разговариваем о разных вещах, мы же даже предлагая людям поучаствовать в нашем бизнесе, мы же заводим сначала разговор не о бизнесе, да, мы сначала говорим о человеке, о каких-то делах, мы выявляем какие-то нужды этого человека, да, и потом, предлагаем участие в нашем проекте, чтобы, может быть, каким-то образом решить свои проблемы, закрыть какие-то там свои вопросы, финансовые или еще какие-то, да. У нас есть информация об этом человеке уже немножко больше, чем просто такое, знаете, прямое направление, вот, инвестирование в бизнес и все остальное. Поэтому старайтесь общаться с этими людьми на отвлеченные темы, на те темы, которые им интересны. Интересно, может быть, какое-то поздравление с праздником, может быть, если вы знаете, что-то человек любит путешествовать, вдруг какой-то интересный пост о том, что там на каком-то острове, там не знаю, что-то, какие-то новые камни открытые, туда сейчас люди едут смотреть, что-то такое интересное. Вот. Делитесь информацией, просто интересной информацией. Там есть люди, которые обожают животных, и у нас полная сеть красивых, интересных роликов о животных, и смешных, и забавных, и милых. Вот. Вот что, чем-то таким поделитесь с этим человеком. Не нужно зацикливаться только на технологии, только на веб-проекте, только на бизнес. Вот. Но в то же время не переусердствуйте, не напрягайте, не делайте так, чтобы ваше общение с вами было тяжелым, навязчивым, назойливым, чтобы не надоедать этому человеку. Вот. И моя настоятельная рекомендация, говорю это по собственному опыту, от своих собственных ощущений, не нужно посылать своим клиентам, которые не стали еще там совсем вашими друзьями, с которыми вы там не ездите на шашлыки, Вот. Вот эти открытки поздравительные, которые приходят сейчас, полная сеть с праздником, с Пасхой, с Пятницей, я не знаю что, с Новым годом, они очень холодные. Они открытки-рассылки, они иногда бывают неприятными, потому что человек вроде бы шлет, но ты понимаешь, что человек эту открытку только что отправил 50 контактам. Вот. Согласитесь, такое есть, и мы чувствуем это. С этим человеком не общаешься два года, вдруг он тебе присылает просто эту открытку, ни здрасте, ни до свидания, и еще два года потом с тобой не общаться. Не шлите, это отбивает вообще охоту с вами общаться. Если вы хотите поздравить с праздником этого человека, напишите ему, просто напишите ему смс-ку, словами, напечатайте их рукой с именем этого человека. Это будет намного искреннее и теплее, это будет естественно. Потому что, ну, сами понимаете, сами иногда переживаем такие эмоции, когда вот, ну, неприятно, вроде это что-то должно быть положительное, а оно вызывает какие-то неприятные, отрицательные эмоции. И вот выработайте какую-то свою стратегию, какую-то свою тактику действия. Посмотрите, что вам комфортнее, как вам легче общаться. И вот эта вот ваша стратегия, она будет лично ваша, она будет вашей изюминкой, она будет вас отличать чем-то от других. Найдите эти слова, прощупайте, поищите, может быть, где-то, общайтесь с разными людьми, дублицируйте, дублируйте их, послушайте, как кто-то общается. Возьмите какие-то фразы, возьмите какие-то выражения, какие-то слова. Например, я всегда предлагала людям, давай я зарегистрирую тебя. Вот когда я предлагала, допустим, предлагала участие в проекте, было такое, ну, вот у нас у всех приходит такой момент, когда человек говорит, ой, а как вот это, а где вот это узнать, а сколько? Я говорю, послушай, давай я зарегистрирую, у тебя будет свой личный кабинет, и ты там сможешь, у тебя будет доступ ко всем нашим новостям, ты там сможешь все читать. Вы понимаете, то же самое можно сказать по-другому. Можно сказать, давай я открою тебе твой личный офис у нас на сайте. Я когда услышала эту фразу, я поняла, что я тебя зарегистрирую и открою для тебя офис, когда ты получишь доступ к закрытой информации, это совсем по-другому звучит. Хотя действие одно и то же, и смысл у этих двух выражений тоже, он один и тот же. Открыть офис, это все равно зарегистрировать человека. Поэтому ищите, ищите эти слова, ловите их, где-то услышали хорошее слово, запоминайте, записывайте, они потом хорошо работают. Если тем более они у вас в сердце откликаются, они откликнутся и у другого человека в сердце. Дальше самое, наверное, сложное в нашей работе – это работа с возражениями. Потому что очень много, очень часто люди бывают, возражают нам даже в тех случаях, когда им проект интересен. И поэтому мы это тоже должны чувствовать, мы должны это чувствовать. Нужно, сговаривая с человеком, мы создаем такую атмосферу взаимопонимания. Например, мы расскажем какую-то свою историю, мы расскажем, как мы вошли в проект. Может быть, мы тоже отрицательно входили, сопротивлялись, не хотели, а потом в какой-то момент что-то щелкнуло. А потом что-то произошло такое, что поменяло наш взгляд на данную проблему, на данный проект. То есть будьте естественными, говорите правду, не придумывайте каких-то невероятных историй, потому что человек вам не будет верить. Лучше все от себя, от своего сердца, от своей души. Потом, когда вы уже поговорили с человеком, вот пока он вас слушает, вы проанализируйте все, что вы сказали. Подведите какой-то итог. Задайте какие-то такие вопросы, чтобы понять, правильно человек вас понял. Удостоверитесь, да, чтобы удостовериться, что он вас правильно понял, вы уже тут можете задавать закрытые вопросы, на которые он будет отвечать только да или нет. Все ли тебе понятно, понравилось, не понравилось. То есть тогда вы поймете, вы сможете еще в этот момент разъяснить и что-то уточнить, потому что пока человек еще не начал возражать. Да, потому что когда вы переходите там к следующему, он вам говорит, все здорово, все классно, я тебя понял, но спасибо, не надо. Вот, поэтому нужно быть открытым и максимально, максимально дать человеку все, что вы хотели дать положительное, но чтобы это все было абсолютно естественным. Мы с вами столкнемся и сталкивались и будем еще сталкиваться с самыми такими распространенными, самыми обычными возражениями. В первую очередь говорят, у меня нет денег или говорят, это дорого сейчас, потому что еще непонятно будет или не будет, будет работать или не будет. А вот моя жена или мой муж против, а вот как они на это посмотрят, а вообще это, наверное, пирамида. И, в общем, и рынок заполнен, и вам вряд ли что-то удастся вообще сделать и выйти на рынок. То есть возражений очень много. Какие-то возражения, которые были у нас, не построят, не поедет, не сможет везти людей, этих возражений уже не существует. Потому что построили, потому что поехали, потому что повезли людей. Но еще существует достаточно большое количество, которые нам мешают в работе, с которыми нам нужно справляться. Но скажу так, у одного бизнес-тренера я выжила такую теорию, с которой, в принципе, я абсолютно согласна. Что есть три причины возражения. Первая причина – это сомнение в средствообразности покупки. То есть человек думает, стоит ему или не стоит. Он еще не подумал, да или нет, он подумал, стоит или не стоит. Это значит, он еще думает, он еще размышляет. И это значит, что клиент запрашивает у вас дополнительные аргументы для принятия решений. Вторая причина – это просто потребность в сборе дополнительной информации. Если он начинает возражать, он возражает только потому, что у него не хватило информации. И мы это тоже видим, мы это тоже чувствуем. Мы тогда задаем вопросы, чтобы мы поняли, какой именно информации ему не хватило для принятия его решения. Для принятия его решения. И тогда мы стараемся предоставить ему эту информацию. И также бывает вежливый отказ. Вежливый отказ – это когда действительно человек не хочет ничего рассматривать. Когда мы либо позвонили не вовремя, либо вообще период в жизни у него сложный, как я говорила. Либо мы просто совершенно энергетически не подошли к этому человеку. Не хочет он общаться с нами. Здесь нужно ставить человека в кухое. Может быть, на какое-то время. Может быть, он сам обратится. Но если человек вам отказывает, не нужно быть навязчивым до такой степени, чтобы он уже начал грубить и отвечать каким-то грубым образом. Поэтому научиться немножечко мы можем. И есть несколько способов, которые мне, в принципе, понравились. Я хочу с ними поделиться. Первый способ – это проверка в голову. Если клиент говорит, мне надо подумать, то мы начинаем свой ответ с такой фразы. Правильно ли я понимаю? Правильно ли я понимаю, что вы хотите собрать больше информации? И тогда он говорит, ну да. А мы говорим, ну какой вам информации не хватило. Мне надо посоветоваться. Правильно ли я понимаю, что ваш муж или ваша жена, или тот, с кем вы будете советоваться, тоже будет участвовать в принятии решения. Он говорит, ну да. Тогда мы говорим, может быть, нужно учесть еще вот это, это, это. У нас еще есть там дополнительные какие-то, давайте я вам пришлю для того, чтобы, допустим, если мы говорим о мужчине, давайте вам дам какие-то еще технические характеристики, чтобы мужчина мог немножечко, ну, вникнуть, если ему это будет интересно, да. То есть дать еще какую-то информацию. Если он говорит нет, тогда мы начинаем с ним говорить. Ну тогда, а с кем тогда нужно посоветоваться, если вы сами принимаете решение, да. То есть немножечко мы, немножко задаем какие-то вопросы для того, чтобы не остановить и не оборвать наш разговор. Вот. Второй способ, ну, отвечать на возражения, это правда матка. То есть попросить человека признаться правой. Ну, на самом деле, мне надо подумать. Я могу спрашивать, но если не секрет, почему вы считаете, что здесь нельзя принять решение? То есть как будто бы, пусть он нам скажет, вот, что он думает, что его, ну, если прям совсем так плохо, пускай режет, пускай говорит, да. Мы найдем, что сказать, потом мы найдем, что сказать ему. Аргументы как бы навстречу, да, мы найдем там. Или он говорит, мне надо посоветоваться. А если на чистоту, почему вы считаете, что здесь нельзя самостоятельно принять решение? Да, вот таким вот образом мы с ним говорим. И человек, все-таки он будет. Если этот человек ваш знакомый, если он открытый, если вы с ним можете общаться, то он вам и причины расскажет. Может быть, здесь он может и закрыться, конечно. Это не теорема, да. Она, это, ну, это жизнь. Это человек может закрыться, и вы не, как сказать, ну, не сможете его раскрутить, такое слово, что нецентрально, да, на разговор. Но вот третий способ, мне нравится больше всего, и он такой, ну, он классный, он легкий, он простой. Что бы ни сказал вам человек, там, это дорого, это рискованно, мне надо подумать, мне надо посоветоваться. Вот это, и вы тогда просто, а как в целом вообще вам, как вам в целом вообще наш проект? Как вам вообще в целом идея вот такая вот, вот такого вот надземного транспорта? Да, и человек просто начинает рассказывать, то есть, и, как правило, он не может сказать, да, это бред, да, это не знаю, что, но не может он этого сказать, потому что у нас уже линии едут, мы уже сами на них ездили, то есть, как бы, ну, уже есть то, что построено, и то, что дает нам и пользу, и мы видим это, это все очевидно, это ясно, да, вот. А что вам нравится, что вам не нравится? И тогда это составляет человека еще раз проанализировать всю информацию, которую он только что услышал, мне нравится вот это, вот это, вот это, вот это мне не нравится, вот. Но если человек говорит, у меня нет денег, это возражение, конечно, самое распространенное, но на самом деле оно самое простое. Мы просто ему предлагаем, мы говорим, я тебе позвоню, не для того, чтобы у тебя, что у тебя есть деньги, а потому что у тебя их нет, я предлагаю тебе способ их заработать. И тут мы предлагаем, конечно, человеку конкретно бизнес, то есть мы сразу рассказываем, как здесь можно строить бизнес. Есть еще одна техника Меджамина Франклина, это когда вы берете белый риск бумаги и делите его на две колонки. И, с одной стороны, вы пишете все преимущества нашей технологии, не только технологии, преимущества участия в технологии, ну все-все-все. А на второй половинке просите, чтобы клиент написал минусы, недостатки. И уверяю вас, мы люди, владеющие знаниями о технологиях, которые прошли весь путь от начала и до нынешнего 14 этапа, мы всегда напишем преимуществ гораздо больше, чем клиент найдет в недостатках. И это тоже будет очень весомым аргументом или информацией для размышления, чтобы этот клиент вообще подумал и принял какое-то решение. Я хочу сказать, что в следующий четверг, а может быть, мы поменяем время, я все-таки подготовлю материалы по возражениям, потому что возражения – это самая сложная тема и самый тяжелый момент, когда мы не всегда с этим справляемся. И у нас уже есть разработанные предположительные скрины разных-разных возражений и разных вариантов даже ответов на эти возражения. Мы смотрим, в какой ситуации, что за человек перед нами. И я просто оформлю их в отдельный файл, который можно будет прямо здесь, во время вебинара, можно будет его скачать себе. Я подготовлю это, потому что материалы уже есть. Там есть скрины у нас, телефонных разговоров, как начинать разговор, как в каких ситуациях, как можно что сказать. Все-таки они помогают, если их немножечко прочитывать, немножко с ним познакомиться. И точно так же работаю с возражениями. Поэтому в следующий раз обязательно этот материал я вам предоставлю. Ну и как итог всего, что сегодня я успела вам сказать, это 90% нашей победы, это тщательные и точные наши действия. Поэтому давайте вместе идти вперед, давайте вместе работать, помогать друг другу, учиться друг у друга, обмениваться опытом. И дай Боже, скорейшего нам выхода из заточения у нас уже в Латвии разрешено. Все, мы с понедельника можем уже до 25 человек проводить какие-то украинские мероприятия. У нас начинают работать отели. Юрмала начинает принимать своих гостей. Поэтому потихонечку, я думаю, мы выйдем на тот уровень, неправильное слово. Ну, в общем, мы уже начнем встречаться и проводить какие-то мероприятия вместе. Увидимся, пообнимаемся, потому что действительно все уже очень друг по другу соскочили. Я благодарю вас за внимание. Спасибо большое. Если есть вопросы, можете написать. Можете писать в чаты, в скайпе. Мы везде, пожалуйста, работаем. Может, какие-то есть пожелания. Тема очень обширная. И каждый раз, может быть, я буду делать какую-то перенаправленность. Может быть, если вы хотите какой-то вопрос, мы будем брать и немножко подробнее его рассматривать. Потому что, когда ты знаешь все, тебе кажется, что все все знают. На самом деле не так. Кому-то дается одно легче, кому-то другое. Поэтому, пожалуйста, пишите, обращайтесь. Спасибо, что сегодня были со мной. До новых встреч. До свидания. Благодарю вас всех за встречу. Спасибо. 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 . Спасибо.